Новички частенько в комментариях меня спрашивают, какой должен быть расход воды при ректификации, какая температура воды на выходе и какая температура спирта-сырца. Давайте сейчас я вам кратенько расскажу, как одно связано с другим. Итак, сейчас у меня идет ректификация, работаю с ММЦ, колонна управляется у меня автоматикой LuckyBox и вот давайте некие параметры я вам покажу, сколько воды расходуется, какая вода на выходе, какая вода на входе и какая температура конечного продукта. Итак, давайте-ка начнем, наверное, с дефлегматора и с его верхней точки. Вот видите, температура в верхней точке дефлегматора 37 градусов. Если температуру повысить больше 40 градусов, то вот там из трубки ТСА начнут прорываться пары. Поэтому я всегда рекомендую всем держать температуру все-таки в пределах 40 градусов. Ну, некоторые теоретики меня спрашивали, где ты это вычитал? Вы можете поставить эксперимент и сами убедиться, что будет, если вот там температура будет, я не знаю, в районе там 45 и больше. Сами посмотрите, что у вас начнет образовываться спиртовая баня. Итак, смотрите, вот эта температура, конечно же, напрямую зависит от того, сколько холодильник расходует воды. То есть можно подать воды чуть-чуть больше, можно подать воды чуть-чуть меньше. Если я подам воды чуть-чуть больше, температура, ну, будет, допустим, в пределах там 32-35, чуть меньше. Ну, можно отрегулировать так, что будет примерно 39. Вот в производителе обычно в своих самогонных аппаратах сейчас используют вот такую систему подключения воды. Вот это у меня Люкстайл 8. Система воды такая. То есть вход воды в доохладитель, выход из доохладителя и дальше идет в дефлегматор. А из дефлегматора уже на выход. И, как видите, ничего здесь раздельно не регулируется. Когда-то производители снабжали свои самогонные аппараты игольчатыми кранами и можно было отдельно регулировать подачу воды в холодильник и подачу воды в дефлегматор. Но сейчас можно это сделать только если самостоятельно докупить что-то. Итак, посмотрите, сколько воды я сейчас расходую. Да, вот мощность подаваемая 2750 это обычная рабочая мощность. Ну, во всяком случае для моей трехдюймой колонны. Так, сколько воды я расходую? Давайте покажу. Видите, вода расходуется в пределах 30 литров. Вот верхняя строчка. Температура воды на входе 18 градусов. Ну, в принципе, нормальная такая прохладная вода. Я думаю, у большинства из вас она именно такая. Итак, теперь давайте посмотрим температуру спирта на выходе. То есть, меряет температуру вот этот датчик. Вот она температура. Видите, 21 градус. В принципе, идеальная температура 20 градусов. Почему? Потому что вы будете иметь возможность поставить ориометр, смотреть на его показания и уже без всякой коррекции сразу же оценивать эту спиртуозность. Вот здесь, видите, 21 градус. То есть, нужно будет уже коррекцию по температуре рассчитать. То есть, ну, не очень удобно, хотя и не очень сложно. Что будет, если, допустим, сейчас увеличить расход воды и постараться сделать так, чтобы вот здесь температура была ровно 20? А будет это то, что, естественно, расход воды увеличится. Температура вот здесь, в верхней точке, она понизится. Ну, и, конечно, температура воды на выходе из холодильника тоже упадет. Кстати, я не показал вам температуру воды на выходе. Видите, 43 градуса. В принципе, здесь рекомендуется держать температуру в пределах 50-60 градусов. То есть, это очень разумно. Холодильник расходует какое-то самое минимальное количество воды и при этом хорошо очень справляется с утилизируемой мощностью. Итак, чтобы, допустим, добиться того, чтобы и здесь температура была в пределах 55-60 градусов, и вот эта температура спирта была 20 градусов, нужно, конечно же, поставить два игольчатых крана и сделать раздельное подключение воды. То есть, один кран игольчатый поставить на доохладитель, все это подключить через штаны и второй игольчатый кран поставить на дефлегматор. И таким образом вы будете иметь возможность отрегулировать температуру воды на выходе из дефлегматора, расход воды отдельно на дефлегматоре отрегулировать, и отдельно отрегулировать и расход, и температуру воды на выходе из доохладителя. Ну и, само собой, когда вы отрегулируете воду в доохладителе, то вот эта температура у вас придет в норму. То есть температура спирта будет 20 градусов и, как я уже сказал, будете без всякой коррекции с помощью ориометра замерять спиртовозность. Ну, я думаю, что вкратце я постарался вам так понятно объяснить, как же все-таки настроить воды, расход воды, ее температуру на выходе и температуру спирта на выходе.